Но сегодня в нашей студии мы говорим не о Вайвере, а о рынке недвижимости. Перед началом летнего сезона попытаемся выяснить, как обстоят дела с покупкой и продажей недвижимости, а также рынке аренды жилья. Ну а у нас в гостях сегодня эксперт, редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Варианты ЛВ» Роман Голубев. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Телефоны прямого эфира и передачи «Жизнь сегодня» остаются прежними. 6-7-200-232. И мы, как и прежде, ждем ваших звонков. Дорогие телезрители, дозванивайтесь, высказывайтесь, задавайте вопросы. Ну а мы начнем задавать свои вопросы. Итак, Роман, вот на ваш взгляд, вообще вот этот переход от весны к лету, лета вообще, этот сезон, о котором мы всегда так подчеркнуто говорим, он как-то влияет вообще на ситуацию на рынке недвижимости? Я имею в виду, цены растут, снижаются. Вот почему мы так всегда подчеркиваем, вот начинается летний сезон? Летний сезон, он влияет вообще на что-то? Потому что летом у нас у всех прекрасное настроение. И мы готовы тратить деньги, да? Светит солнце, наверное, готовы тратить деньги. Но на самом деле в последние годы, если смотреть статистику, в принципе, лето – это довольно обычный сезон для покупки недвижимости. Единственное, надо сказать, что в июле-августе люди все-таки чуть меньше смотрят, потому что, естественно, что они хотят отдыхать. У нас теперь, слава богу, нет сумасшедшего рынка, что надо куда-то спешить, а то не успею, что-то уйдет раньше, чем я смогу это купить. Поэтому люди абсолютно спокойно на все это смотрят. Я сейчас смотрел статистику за первые четыре месяца этого года. Хочу сказать, что сделок в Риге, в Рижском районе, Юрмале, ну и, в принципе, в целом по Латвии чуть-чуть больше, чем было в прошлом году, но ни о каком буме говорить не приходится. Очень много в последнее время со стороны своих знакомых, друзей слышу разговоры о том, что у нас скоро все рухнет. Мой опыт, я уже 15 лет в этом издании работаю, анализирую рынок. Я не вижу никаких, если честно, внешних каких-то причин для того, чтобы мы начали говорить о каком-то проблемном моменте, который может наступить на рынке в 2020 году. Но есть такая тенденция перегрева некоторого? Я честно говорю, что не ощущаю, надо опять же смотреть, что есть у нас сегменты, как, допустим, центр Риги, центр Юрмалы, в котором уже, извините, 5 лет идет коррекция цен в сторону понижения. О каком перегреве мы можем говорить? Есть рост стоимости квадратных метров в сегменте серийного жилья в Риге, но, опять же, он идет в разумных рамках. Там было так, что в 2016-2017 году был небольшой всплеск в пределах, по-моему, 17% за два года. В прошлом году уже менее 4%. И начиная с лета прошлого года серийное жилье Риги растет в минимальных показателях. Поэтому, опять же, никакого перегрева нет. Есть момент с новостройками бюджетного класса в центре Риги. Это мы говорим о том, что строят в микрорайонах. Здесь цены растут, но растут по естественным причинам, в силу того, что растут расходы на строительство. Мы знаем об этом, об этом говорят все в государстве. Там есть прирост. Но, опять же, искусственного, дутого пузыря не видно. Вы упомянули, что снижаются цены на сегменты в центре города и в Юрмале. Ну, с Юрмалой более-менее все понятно. А вот почему центр города становится дешевле? Ну, центр города, опять же, это исторически было так, что до 2014 года, пока действовали предыдущие правила получения видов на жительство, центр Риги, он притягивал к себе спрос иностранных покупателей. То есть, та же история, что с Юрмалой. Да, в силу этого получалось, что... Ну, опять же, мы говорим... Я согласен, что надо сегментировать и центр Риги. Есть окраины Риги, где покупают хорошо местные, и там вот нету этой тенденции какого-то снижения, да? Там цены довольно стабильные, они стоят. Я больше говорю о новых проектах премиум-класса в центре Риги. Там вот как бы продолжался вот этот процесс снижения, но по моим личным ощущениям, и потому что я вижу, сейчас можно говорить уже о стабилизации цен в этом сегменте. Почему? Потому что начали покупать местные покупатели. То есть, этот рынок перестал быть рынком иностранного покупателя. Сейчас более половины сделок уже приходится на местных, и это очень хорошо для здоровья этого сегмента. Потому что всегда, когда есть большой внешний спрос и нету местного, то это зона риска определенная для инвесторов, по крайней мере, если они рассчитывают, не потерять на своих вложениях. Что сейчас выгоднее, арендовать жилье или все-таки подкопить первый взнос и купить жилье? Если мы, опять же, говорим серийное жилье, если мы смотрим сегмент жилья новых проектов в микрорайонах, то, безусловно, если вы можете получить ипотечный кредит, то арендовать, наверное, выгоднее, потому что ваши месячные платежи будут соответствовать... Сори, не арендовать выгоднее, выгоднее покупать. Извините, это уже заговорился. Сегодня плата по кредиту ниже, чем аренда. Да, сегодня получается плата по кредиту, совершенно верно, ниже, чем аренда. Поэтому... Но здесь возникает вот проблема на момент, можете ли вы получить ипотечный кредит. Безусловно, прекрасно, что действует программа «Алтум», которая позволяет с минимальным собственным капиталом, обычно в районе 10%, входить в новые проекты, в серийное или жилье. Это вот как бы позитивный момент. Поэтому, конечно, с такой точки зрения покупать сейчас выгоднее, чем арендовать. Но вот сейчас тоже, опять же, буквально на днях знакомые позвонили, сказали, информация по рынку гуляет, что меньше стали покупать новые проекты. Мол, люди отказываются. Ну, нет такого. На самом деле количество людей, которые хотят купить новые проекты, оно превышает количество тех, кто реально покупает. Потому что все сталкиваются, опять же, с банками. Банками, на самом деле, чуть-чуть более строго стали оценивать клиентов. И, соответственно, если ты по их критериям не проходишь, и ты в какой-то зоне риска, то они просто не дают. Здесь точно так же скажу, что я еще буквально 3-4 месяца назад прогнозировал, что серийное жилье даже 0,5% не будет прибавлять. Но вот апрель сейчас показал, что плюс 0,8% у него движение наверх за месяц. Почему? Да потому что, опять же, у людей есть мотивация купить жилье. Оно им необходимо. Они идут в банк, вначале нацеливаются на новый проект. Банк им говорит, ребята, я могу вам дать там условно только 80 тысяч, а не 100. Ну, тогда со своим 80 тысячами он начинает смотреть что? Серийный сегмент. Безусловно, там они смотрят лучшие проекты. Там условно 119, 602, 464 серия. И просто сам спрос туда чуть-чуть уходит. За счет этого, безусловно, мы увидели этот плюсовой показатель. Хотя, как бы, каких-то внешних таких предпосылок для роста цен в сегменте серийного жилья я особо не вижу. А говоря о кредитовании вообще, какова ситуация сейчас? Может быть, еще немножко продолжим этот разговор? У нас есть, как бы, 4 доминирующих банка, по большому счету, которые сейчас дают кредиты. Куда все обращаются? Это СЭП, Светбанк, Люминор и Цитадела. Они их держат где-то порядка 85-90% рынка ипотечного кредитования. Но вы сказали, что сейчас более строго стало. Ну, это то, что я слышу от риэлторов и то, что слышу от людей. Но строго по сравнению с чем? По сравнению с жирными годами или, скажем, с периодом... Нет, даже вот с последними, там, пару-тройку лет назад. Но, видимо, все-таки вся эта банковская ситуация заставляет чуть более критически относиться, в том числе и к местным покупателям. Мы знаем, что иностранцев сейчас буквально сканируют от и до, откуда у них средства. Но то же самое, наверное, эта практика чуть-чуть и на местного клиента переходит. Но это банковская строгость. Она держит в определенном таком хорошем тонусе. Весь сам рынок не дает ему перегреваться, в том числе? Я думаю, что да. Это как бы такой вот момент, который позволяет, опять же, более уверенно смотреть в будущее. Потому что нельзя сравнивать прошлый период и нынешний. То, что было в 2007 году, когда у нас начал лопаться пузырь, его сформировало банковское кредитование. Люди были перекредитованы. Они не могли погашать свои обязательства, потому что тогда люди многие набирали кредиты с расчетом на то, что не смогу платить, я сейчас перепродам в плюс. В плюс. Рынок начал падать, люди в плюс продать не смогли. Соответственно, вся эта недвижимость вышла на рынок, и это обрушило цены. Сейчас ситуация совершенно иная. Сколько я разговариваю с банковскими структурами, реальных примеров того, что люди, которые взяли кредит уже после 2010 года, когда они уже брали все гораздо ответственнее, чтобы они не справились с своими обязательствами, таких примеров практически нет. Поэтому здесь я не вижу особой угрозы для рынка. Что сейчас наиболее популярное, все-таки новое жилье или вторичное жилье? Вторичное жилье всегда будет оставаться популярным. Здесь ничего не поделаешь. Порядка 65% всех сделок, которые совершаются в Риге, это серийное жилье. В прошлом году в Риге было продано 1118 квартир в новых проектах. При этом в этом году построено было 2400 с копейками. В этом году ожидается тоже 2000 с чем-то квартир. В принципе, покупателей будет, наверное, чуть-чуть больше. Но вместе с тем государственная программа «Алтум» «Кредитование молодых семей» выглядит гораздо более лояльней к тем, кто интересуется новыми проектами и предлагает более хорошие условия. Это и логично с точки зрения эксплуатации этих зданий. Несмотря на то, что серийное жилье не несет никаких угроз, потому что в последнее время, к сожалению, безответственно некоторые товарищи начинают рассказывать о том, что все-все-все серийное жилье рухнет. Но это полная ерунда. Я человек, который имеет строительное образование, и любой, думаю, специалист по строительной отрасли вам расскажет о том, что все это жилье, построенное в советское время, оно простоит еще 100 лет. Другое дело, что оно морально устаревает. Оно требует каких-то вложений в то, чтобы соответствовать современным требованиям проживания. Поэтому, опять же, угрозы серийному жилью я не вижу. Но понятно, что государство стимулирует, чтобы переходили на новое жилье. Но даже, извините, с элементарной точки зрения налогов, при продаже нового жилья застройщик платит 21% НДС. Уже государству как бы идет в карман. При продаже серийного жилья все ограничивается госпошлиной в 2%. Ну, даже логика. Все понятно. Ну, давайте, может быть, поговорим еще об аренде. Что же такое случилось с рынком аренды? Цены, в принципе, по сравнению с теми же выплатами по кредиту, гораздо выше. Перегрет ли этот сегмент? Нельзя говорить, что он там тоже сильно перегрет. Но конкуренция там высокая. Опять же, за счет того, что сейчас, наконец, опять начали появляться инвесторы, которые покупают квартиры для сдачи аренды. Но если мы говорим, допустим, чтобы вы понимали о центре, то в центре новые проекты это где-то 10-13 евро за квадратный метр. Ну, так вот, в этих планках, в этих границах арендные ставки формируются. В микрорайонах однокомнатную квартиру сейчас 230-250 евро можно снять. Двушка это, соответственно, 300 евро. Здесь нельзя говорить о том, что они там перегреты. Просто я думаю, что это естественный процесс абсолютно. Поэтому я не вижу там каких-то проблемных моментов особых. Ну, может быть, напоследок какие-то прогнозы на будущее? Как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке недвижимости? Может быть, какие нынешние тенденции? Что за собой повлекут? Вот как вы видите будущее нашего рынка? Ну, во-первых, для здоровья рынка приятно, что доминируют местные покупатели. Это хорошо. Интерес к новым проектам по-прежнему остается. По-прежнему, опять же, в силу своего объема серийное жилье, безусловно, будет оставаться интересным, потому что у нас есть определенный уровень платежеспособностей. И выше головы, как говорится, мы прыгнуть не можем. Я смотрю на то, что естественный процесс, что серийное жилье, оно может прибавлять в пределах, наверное, 3% в год. Новые проекты, наверное, чуть больше. Здесь, конечно, есть такая проблемная зона, что застройщики сейчас, именно за счет того, что растут расходы на строительство, поднимают цены, и они уже близки где-то там 1900-2000 евро за квадратный метр. То, что я вижу, анализируя рынок, когда цены 1500-1600 евро за квадратный метр, новые проекты покупаются более успешно, более быстро, чем по 1900-2000. Здесь, наверное, все-таки два варианта возможны. Первое. Застройщики просто сидят и ждут, когда покупатель дорастет до их цены, свыкнется с этим психологически и начнет покупать. Второе. Может быть, если на кого-то поддавливают банки, потому что они дали кредит, и они хотят видеть определенный объем продаж, то они могут там какие-то акции разовые проводить, за счет этого стимулировать спрос. Ну, это как бы так вот видится. В Юрмале, центре Риги, безусловно, объем предложения превышает количество потенциальных покупателей, но в то же время, если мы говорим о логике застройщиков, то она тоже присутствует. Люди вкладывают деньги, потому что они у них есть. Держать их на депозите бессмысленно. Это менее 1%. А так или иначе, реализация этого проекта, пусть он, конечно, продажей растянется, к сожалению, на 3-4-5 лет, она все равно позволит ему, наверное, заработать в этой долгосрочной перспективе больше. То же самое, просто один момент уточню. Дополню, когда прошлый кризис был, цены на новые проекты тогда тоже уже доходили до 2000 евро за квадратный метр и выше в микрорайонах. В принципе, мы сейчас, вот новые проекты подошли к той черте, да, но абсолютно разный уровень платежеспособности. Сейчас мы говорим о том, что средняя зарплата в Латвии уже превышает 1000 евро, да, а тогда цифры были совершенно иные. Разрыв меньше между нашей зарплатой и уровнем цен. Единственное тоже, я просто допомню еще один такой стереотип, говорят, посмотрите на Вильнюс, посмотрите на Таллинг. Не надо на них смотреть, смотрим на себя. Потому что все равно там совершенно другая экономическая ситуация. И рынок недвижимости четко завязан на экономике. Ну что ж, спасибо вам большое, Роман, за беседу. Нашим телезрителям, напомним, мы сегодня говорили о ситуации на рынке недвижимости Латвии. У нас в гостях был редактор журнала «Квадратный метр» и портала «Вариант ЛВ» Роман Голубев. Роман Голубев. Роман Голубев.